В школьное окно смотрят облака, бесконечным кажется... Здравствуйте, дорогие мои друзья, братья и сестры! Итак, начался новый учебный год. И воскресенье у нас, воскресная школа, уже провела первое занятие для детей, для взрослых, а вечером у нас проходят лекции по изучению Священного Писания. И вот с понедельника, с раннего утра в наших школах начинаются торжественные линейки, построение учеников, первоклассники, ну и все остальные слышат напутственные слова, пожелания им осваивать преподаваемые им знания. Будем помнить, что образование, система образования предназначена для того, чтобы в человеке, в юном молодом человеке, раскрыть его дарование, раскрыть те потенции, те заложенные от Бога таланты, которые можно в нем проявить, которые и он должен в своей жизни реализовать, так или иначе, найдя свое место в жизни. Но слово образование, напомню, происходит от слова образ. И изначально это слово имело в виду проявить в человеке образ Божий, оттенить его, дать ему раскрыться, дать ему просиять в человеке. Поэтому, конечно же, недостаточно просто дать знания по математике, химии, физике, истории, литературе и так далее, но очень важно дать молодому человеку, дать вступающему в этот мир ребенку знания духовные. И вы, дорогие мои братья и сестры, должны трудиться над тем, чтобы посеять семечко Слово Божие, семечко веры, семечко духовности, нравственности, морали в душу молодого человечка, маленького человечка, который вступает во взрослую жизнь, которому предстоит вступить во взрослую жизнь. «Находите время для того, чтобы читать своим детям Евангелие, детскую Библию, какие-то книжки детские. Находите время для задушевных бесед. Крошка сын к отцу пришла и спросила крошка, что такое хорошо, что такое плохо. Спросила крошка». Вот смотрите, как замечательно сказал поэт. «Мы должны назидать, мы должны сеять в душу ребенка доброе, вечное, святое. И если мы сэкономим на это время, если мы не найдем время для ребенка, сегодня мы устали, завтра ребенок капризничает, и так жизнь проходит, то мы упустим самое важное. Упустим тот возраст, когда можно посеять в душу ребенка что-то святое, что-то нравственное. Потому что потом наступает такой возраст, когда ребенок уже скажет, «Я взрослый, я сам». И тогда уже очень все усложняется. Поэтому находите время для духовного воспитания ребенка, для действительно таких каких-то нравственных уроков для него. Это очень важно. Это самое главное, я вам скажу. Потому что если ребенок и получит хорошее образование, и будет здоровым, сытым и богатым, но будет плохим человеком, будет таким человеком, который потом вас в дом престарелых сдаст, будет над вами глумиться, и будет как-то относиться к вам неуважительно, без почтения, не будет покоить вас на старости, то что все эти труды, которые мы положили для его образования, для его образования в человеческих, светских науках, что то наследство, которое мы ему оставим, что то какое-то положение в обществе, которое мы поможем ему занять, что это все, если человек он будет негодный. И бывает, к сожалению, так, что и хороший человек, но без Бога. И тогда что? Что приобретет его душа для жизни вечной? Ничего. Все это останется здесь. Поэтому уделяйте время для духовного, для нравственного, для этих уроков, для этих вечерних, может быть, коротких посиделок у кроватки сына или дочки, когда можно что-то рассказать, когда можно дать какое-то назидание, когда можно вместе с ним помолиться, пречесть «Отче наш» на ночь. Это очень важно, к этому я вас и призываю. И еще хотелось бы вам сказать о том, что в ребенке очень важно поддерживать авторитет учителя. Конечно, и учителя бывают разные, и бывают люди случайные. Знаете, и в священстве, в духовенстве тоже, к сожалению, оказываются случайные люди. И понятно, что и среди педагогов, учителей бывают люди, не соответствующие своему призванию. Но все же, и в целом, и в общем, это люди, которые по-настоящему любят детей. Которые за, в общем-то, небольшую зарплату тратят свою жизнь для наших детей. И если у ребенка не будет уважения к педагогу, к учителю, то чему он может его научить? Вдумайтесь в слово «учитель». Вот ученик, может быть, даже и 30 лет, но для него есть понятие учителя, мастера, того, который передает ему знания, науку, свой личный опыт, образ свой, образ своего поведения, своих действий. Это очень важно. Это возможно быть только при высочайшем авторитете учителя и преподавателя. И как бы там мы не жалели свое дитя, которое бывает, может быть, наказано, или порицаемо в школе, или, может быть, нам кажется, недооценено, но если мы подкосим авторитет учителя, то даже хороший учитель, даже умному ребенку, не сможет дать то, что бывает при безусловном авторитете учителя. Надо постараться. Надо постараться воспитать в ребенке уважение к тем, которые преподают, которые учат. Мне в детстве мама всегда говорила, ну, в таком вот, как бы, духе, что учитель, что учитель всегда прав. И я помню, что я иногда и жаловался, и высказывал какое-то свое негодование или обиду на учителя, но мама всегда подчеркивала, что учитель всегда прав. И я теперь понимаю, что она права. Хотя, повторяю, и учителя всякие бывают, и ситуация бывает разная, но в целом необходимо в ребенке воспитать это уважительное отношение. Знаете, здесь очень важна иерархия. Иерархия, если она нарушается, то потом уже и родители несвятые, потом уже и родители неавторитетные. И ничего в жизни у человека не будет авторитетом, ничего не будет такого, при чем он может преклониться и к чему отнестись с уважением. Никакие седины он уже не будет уважать. И тогда, в конечном итоге, и Бог ему перестанет быть Господом. Вот что за этим кроется. Неспровержение авторитетов изначально со школьной скамьи, авторитетов учителей, педагогов, оно потом имеет очень большие и негативные последствия. Поэтому и в этом воспитывайте детей, чтобы они уважали учителей, чтобы они с ними обращались, разговаривали с уважением, чтобы они всегда вели себя пристойно и не позорили ни семью, ни фамилию, ни школу свою, ни своих учителей. Я вам всем желаю от Бога помощи, воспитания ваших детей, самого дорогого, самого важного в нашей жизни наших детей. Призываю на вас благословение Божие в этом нелегком родительском и учительском труде и в самом важном деле нашей жизни. Ибо дети – наше будущее. Помогай всем, Господь! Не повторяется такое никогда!